Секундная пауза За финалом Мисс Супранэшенал следил весь мир. Телетрансляции одновременно вели более чем в 100 странах, а это миллиард зрителей. Корона – первый вице-мисс уедет в жаркую Мексику, а на втором месте оказалась конкурсантка из Турции. Третья вице-мисс приехала в Минск из Индонезии, а четвертое место отдали Виргинским островам. Белорусскую красавицу Веронику Чачину наградили титулом Мисс Европа. Эмоции просто не передать, потому что не верю, что все закончилось, потому что мне будет всего этого не хватать. Я со всеми девочками сроднилась, для меня это стало как большая семья, я очень счастлива. 25-метровая сцена, сотни экранов, звуковое и световое шоу – такое могли позволить себе разве что Дженнифер Лопес и группа Рамштайн. 84 красавицы на подиуме и профессиональная команда за кадром сделала финал Мисс Супранэшенал незабываемым. Собрав в одно время, в одном месте, всю красоту мира, телеканал ОНТ провел шоу, равного которому в Беларуси еще попросту не было. За два часа зрители телеканала ОНТ увидели сразу несколько невероятных представлений. Самый блестящий выход в вечерних платьях, самый долгожданный – в купальниках. На сцене и вовсе устроили зимнее шоу. Конкурс Мисс Супранэшенал входит в число самых престижных форумов красоты на планете, является третьим по престижности после Мисс Мира и Мисс Вселенная. Победительница конкурса, кроме признания, получает обязанности. До Мисс Супранэшенал 2014 у нее напряженный график. Она целый год участвует в различных показах мод, благотворительных акциях и рекламных съемках. Абсолютное признание и главный титул Мисс Супранэшенал 2013. Сегодня прямо из Минска отправляется в Филиппины. Королева бала уже окружена мировым вниманием. Но все 84 девушки признаются, что этот день стал одним из самых лучших в их жизни. Анна Волковец, Василий Лойко, Наши новости ОНТ.